Друзья, приветствую. Как и обещал в прошлом ролике, сегодня мы поговорим об ипотеке. Мы в гостях в Дельтокредитбанке у очаровательной Дарьи Толкачевой, нашего специалиста по ипотечному кредитованию. Даша, привет. Самый распространенный вопрос и самый важный, что нужно нашему зрителю, чтобы оформить ипотеку? Какие требования ему подъявляются? Мы сейчас клиентам, требования нашей банки, по крайней мере, достаточно лояльные. Мы рассматриваем по возрасту клиентов от 20 до 65 лет на дату погашения кредита. И по поводу гражданства, например, мы работаем с иностранными гражданами. Не требуем обязательно регистрацию, даже время регистрации не обязательно, потому что часто к нам обращаются клиенты, которые, как правило, продают что-то и покупают новый объект недвижимости. Они на этот момент выписаны из квартиры, не надо бежать, делать временную регистрацию, чтобы одобрить ипотеку. То есть можно без регистрации спокойно подавать и выходить на сделку. Также у нас не требуются военные билеты. Мы работаем с моряками, с военнослужащими в банке. Что я могу сейчас сказать из основных. Работаем как с сотрудниками по найму, так и с индивидуальными предпринимателями, с учредителями, с учредителями бизнеса работаем. Ну, про учредителей мы во второй части программы поговорим. А вот конкретно про физические лица. То есть правильно понимаешь, что даже люди, которые там, правильно я из твоего разговора понял, что люди, которые приехали из стран ближнего зарубежья. Из стран ближнего и из ближнего. Да, да. Все могут, конечно, взять. Самое главное, чтобы не было официальное трудоустройство в России. Вот. А, конечно, они могут даже быть без вида на жительство, без РВП. То есть зависимость того, какая эта страна, какая республика, там свои требования. Для многих республик у нас лояльные отношения, мы у них вообще ничего не запрашиваем. Это, например, Белоруссия, Казахстан, Киргизская республика, Армения. То есть в Украине патенты требуются. То есть это уже законодательство России, мы не можем его пройти. Также в банке у нас не требуются поручителей, созаемщики. То есть поручительство не нужно, но если клиенту, например, не хватает подохода, то он может привлекать созаемщиков, либо родственников, либо каких-то коллег, друзей, то есть третьих лиц можно привлекать. Вот. Максимум до трех человек, чтобы одобрить нужную сумму кредита. Кредиты и ипотеки, да? Ну, ипотечный кредит, так сказать, да. Даша, может быть, раскроешь тайну, да? Вот обычный человек приходит, ему либо говорят, либо да, тебе одобрили, либо нет, не одобрили, и не объясняют причин. Вот чтобы... Может, раскроешь тайну, да? Основные причины. Основные причины, да. Ну, вообще мы, конечно, не можем разглашать, по крайней мере, статистику банка в целом. Вот. Ну, могу сказать, что основная причина отказов – это либо не хватает дохода, ну, неподтвержденный доход, либо недостаточно дохода. А недостаточно до что? До сколько? Ну, допустим, клиент хочет, там, 3 миллиона взять в кредит, но при этом приносит справку на 20 тысяч рублей, у него ежемесячная плаца уже будет больше по кредиту, допустим. Соответственно, мы не можем одобить. Ну, в этих случаях мы предлагаем клиентам привлечь там созаемщиков и так далее. То есть стараемся... А в цифрах это сколько? То есть какая должна быть зарплата? Ну, допустим, у человека, там, 20 тысяч, так как ты сказал, там, месяц на ипотечные платежи. Соответственно, какая у него зарплата должна быть? Ну, у нас в этом плане для всех клиентов по-разному подход чуть-чуть, в зависимости от способа подтверждения дохода, компенсирующих факторов. Но минимум раза два должна быть больше. Ну, два раза. Да, да, минимум два раза. Наверное, еще важна кредитная история. Да, мы обязательно смотрим кредитную историю по клиенту. Она тоже очень сильно влияет на, так сказать, одобрение ипотеки. Для нас кредитная история – это как для работодателя трудовая книжка. То есть мы смотрим, как клиент выполняет свои обязанности по ипотечным, по любым вообще потребительским автокредитам перед другими банками или перед нашим банком. Это очень важно. Вот, обязательно проверяйте. Что такое кредитная история наша? Ну, кредитная история – это по факту информация, которую банки проверяют в различных кредитных бюро. Это не одно, их несколько. И там содержится вся информация по клиенту, какие он бы ранее брал кредиты, по гашеным, по действующим кредитам. Там отображаются все просрочки, какие суммы, количество просрочек и так далее. То есть для нас это такая информация, мы по ней видим, насколько клиент добросовестно относится к общей кредитованию и мы можем проверить, посмотреть это и учитываться, естественно. Да, вот просрочки. Ну, допустим, наш зритель пропустил платеж, просто забыл или там на выходные выпало, и вот у него там просрочки, там несколько дней, все, ему и ботилку больше не одобрят? Нет, на самом деле у нас в банке достаточно тоже лояльное отношение к кредитной истории. До 30 дней просрочки мы не учитываем. То есть если клиенты, ну, такое часто бывает, особенно в банках, когда клиент последний день положил деньги, там перевод 3 дня банковских шел, либо, может быть, какая-то ошибка была в терминале, либо еще что-то. Поэтому на небольшие просрочки мы не обращаем внимания, закрываем глаза. Если, конечно, клиент допускал много длительных просрочек, это уже повлияет на одобрение. Вот, здесь клиенту мы можем продолжить, конечно, оспорить, там, кредитную историю, предоставить справки. Потому что сейчас часто бывают такие случаи, когда у клиентов, допустим, не было просрочек, но банки почему-то ее показывают в кредитном бюро. Вот, и клиент в этом случае оспаривает кредитную историю. То есть какие-то бюрократические ошибки, да? Да, да, к сожалению, только сейчас встречаются. Либо клиент уже, там, пару лет назад закрыл кредит, он висит до сих пор активно, как будто он его до сих пор платит. То есть, особенно, когда срочно закрывают кредиты. То есть здесь уже, ну, индивидуально, ну, часто бывают такие моменты. Даша, вот, насколько я знаю, средняя ставка по ипотеке на рынке, да, 11%. Правда ли это и какие ставки у вас? Ну, смотри, на самом деле клиентам нужно чуть-чуть различать маркетинговые ставки и те, которые на самом деле на рынке ставки. Вот, по среднеизвеченной ставке сейчас, ну, центральный банк, как он говорит, это 11,3 на данный момент среднеизвеченная. Но на рынке мы видим, что в рекламе там 9%, 9,5%. У нас в банке тоже минимальная ставка 9,5%. Это вот как раз маркетинговые ставки, то есть те ставки, которые, ну, для привлечения клиентов. Для привлечения клиентов, они не для всех клиентов, там, определенно, есть какие-то столы в каждом банке свои. То есть где-то там влияет первоначальный взнос, где-то влияет зарплатный, не зарплатный клиент, где-то просто какие-то партнерские программы застройщика. У нас тоже много партнерских программ, здесь ставки там от 7%. Вот, поэтому здесь клиент, конечно, уже различается, но средняя ставка сейчас 11,3. То есть мы, в принципе, наш банк абсолютно в рынке по поводу ставок. То есть если вот наши зрители видят ставку там в 9%, не нужно бежать, да, и рассчитывать, что у тебя под 9%, а другое, скорее будет от 9%, то есть... Правильно. Нужно смотреть, что под звездочкой. Как правило, не всегда, где есть условия по ставкам, по закону есть серый текст, где указывается подробно, при каких условиях такая ставка будет. А ты вот упомянула среднеизвешенная, может быть, не все наши зрители знают среднеизвешенную, но это просто реальная ставка по ипотеке. Это реальная ставка по ипотеке с учетом вот этих минимальных, с учетом того, что есть на рынке, потому что есть же разные банки. Есть банки, которые сейчас предлагают там 13%, есть банки, которые предлагают, допустим, 10-10,5%. Ну, в среднем получается 11,3%. В условиях зависит процентная ставка по ипотеке. Ну, что касается дельта-кредит, процентная ставка у нас зависит от многих моментов, то есть она у нас не базовая для всех, зависит от способа утверждения дохода. Это клиент, например, с 2НФЛ, который полностью белый доход, или клиент, у которого будет справка по форме банка. Учредитель это или ип, то есть там свои уже нюансы есть и свое отличие в ставках. Также на размер процентной ставки влияет размер первоначального взноса. Чем он выше, соответственно, ставка будет ниже. Срок кредита во многих банках влияет также на ставку. То есть на сколько берут, да? Да, но у нас не влияет. У нас либо ты берешь на 3 года, либо ты берешь на 25, ставка одинаковая. То есть для нас срок не важен в этом отношении. Вот. Ну, что еще? Есть какие-то определенные акции, которые на данный момент действуют. Например, сейчас у нас акции для закладников банков определенных. мы делаем скидку 0.25. Для некоторых банков наших партнеров мы делаем больше скидку 0.5-0.75, даже 1.5% снижаем ставку. Вот. Поэтому разные программы, по которым мы можем, так сказать, смотрим и какая ставка получается у клиента. Я понял. Ну, мы, наверное, в отдельном ролике поговорим о лайфхаках, да? Да, да. Как можно снизить ставку, мы расскажем в следующем. Так что смотрите нас. Даша, вот для наших зрителей, которые не смотрели прошлый ролик, да, где-то нам рассказывала, ну, где мы с тобой консультируемся. Да, да. Можно ли оформить ипотеку под отдельную, ну, выделенную площадь в коммунальной квартире? Да, в нашей банке есть ипотечные кредиты на отдельные комнаты, либо последние доли. Вот. В Питере это особенно очень популярно, потому что у нас много коммуналок. То есть, например, в Москве это редкий продукт. Для Питера это очень актуально, у нас очень много клиентов. Много коммуналок у нас. Да, на отдельные комнаты очень много берут. Особенно приезжие берут, либо родители, дети покупают студентам. Поэтому это популярно сейчас. Ну, вот как раз комната, про которую мы снимали, это... Ну, это идеальный вариант, в принципе, педагоготеку. Да, как раз мама покупала для дочки, которая у Мухинского училища. А, ну вот, чтобы ребенок уже в своем шел. Да, минимальный час, первый взнос на комнату на 125%. Вот. Ну, можно материнский капитал использовать в качестве первичайного взноса, либо субсидии. Вот. А вот многие зрители, опять же, не знают, что как последняя доля может... А, про последнюю долю? Последняя доля, это когда у клиента, заемщика нашего, допустим, трехкомнатная квартира. У него две комнаты в собственности. Третью комнату он хочет выкупить. Соответственно, это будет последняя доля. То есть он выкупает последнюю долю, у него вся квартира будет в собственности. И он банк дает в залог не только комнату, а полностью всю квартиру. Вот по такой программе минимальный первичайный взнос 10%. То есть условия лучше, чем просто... Да, да, условия лучше и ставка лучше. Вот. Ну, потому что здесь залог, вся квартира берется. Да, то есть можно получить ипотеку для переуступки? И сколько переуступок возможно? Да, мы работаем с переуступками, так же, как и от физлица, и от юрлиц. По поводу юридических лиц у нас нет ограничений, сколько это будет переуступок. Хоть 5, хоть 10. Самое главное, чтобы у нас в банке, ну, чтобы клиенты понимали, был аккредитован сам объект, жилой комплекс и застройщик, и переуступщик. То есть они, чтобы соответствовали требованиям банка. Требованиям банка, они ваши партнеры должны быть, либо просто какие-то есть некие требования? Ну, это не то, что партнеры, это аккредитованные застройщики, аккредитованные объекты, которых мы проверяем полностью, на негативную информацию, то есть как там строительство идет, проверяются на суды, на как у них вообще идет этапы строительства, не опаздывают, нет ли там длительных задержек. То есть они должны нашим минимальным требованиям соответствовать. Если, ну, как бы, все хорошо, то, конечно, мы работаем с переуступкой, клиент может взять по переуступке квартиру. По поводу физических лиц, там есть нюанс, что максимум можно взять вторичную переуступку. То есть если в цепочке застройщик продает квартиру физическому лицу, физлицо продает другому физическому лицу, и вот это физическое лицо продает нашему заемщику. То есть максимум вторичная переуступка может быть от физлица. Это при условии того, что застройщик аккредитован. Да, если не аккредитован, то, ну, если у нас жилокомплекс аккредитован, значит и застройщик аккредитован. Там есть свои нюансы, сданный дом, либо не сданный дом. Если дом уже сданный, то по поводу аккредитации здесь уже проще. Даша, правильно я понимаю, что у вас есть некий отдел, который мониторит всех застройщиков, которые появляются, все жилые комплексы? У нас есть отдел, который по работе с застройщиками, они проверяют все, мониторят, и даже уже когда аккредитовали, все равно это мониторится и в дальнейшем. Сдали объект в экспертацию, не сдали вовремя, в связи с чем задержки, запрашиваются документации и так далее. Поэтому если в нашем банке объект аккредитованы, значит у них все хорошо, на данный момент, по крайней мере. То есть у вас, возможно, как Мирева, хороший застройщик. Да, но у нас жесткие требования, мы чисто ипотечный банк, поэтому мы не можем разбрасываться и аккредитовывать всех без опыта, совсем строительство и так далее. Поэтому у нас более жесткие требования застройщиками к объектам недвижимости. Да, а под какие виды недвижимости можно получить ипотеку? У нас банк только ипотечным аккредитованием занимается, поэтому, конечно, у нас очень много, потому что можно взять ипотеку, как и первичку, так и вторичку. Может, скажем, подо что нельзя? Под остальное, значит, можно. Не, ну давай можно перечислить, в принципе. Ну, первичка, это понятно, квартира в новостройках, договор долевого участия, 214-й закон. Также мы кредитуем ЖСК, ну, Женщие-строительные кооперативы. Вот, ну, вторичка у нас, понятно, это квартиры на вторичном рынке, комнаты, то, что мы обсуждали, последние доли. Вот, что еще? Апартаменты кредитуем. Кредитуете? Да, с апартаментами работаем. А сколько я знаю, это же коммерческое, ну, то есть, характеризующие. Ну, не желаю, как мы жила. А, не желаю. Вот, да, мы кредитуем апартаменты и строящиеся, и готовые. Строящиеся, и также аккредитовываются жилые комплексы, как и обычно в новостройке. Вот, если строящиеся, то это должен быть кредитованный объект, но готовый уже не обязательно. Ну, вот. Также кредитуем гаражи. Вот, строящиеся и готовые гаражи кредитуем. Вот. То есть, если парковочное место я хочу взять в доме, я могу на него ипотеку. Да, раньше у нас, если вот сейчас уже более лояльно ипотеха становится, раньше у нас было требование, если в новостройке берут, в гараже, в строящемся, да, там внизу, например, в паркинге, то обязательно нужно было к ней покупать квартиру, то есть квартира с гаражом. Сейчас уже это не обязательно, можно просто отдельно купить место в строящемся, либо это. Если у вас миллион, вы можете взять ипотеку на парковочное место и там жить. Квартира за миллион, это то, что мы говорим. Да, тепло. Таунхаусы, да, дети? Да, таунхаусы с земельным участком, дома с земельным участком, и часть домов с земельным участком мы кредитуем. Единственное условие, что обязательно должно быть назначение, что это жилой дом. Например, земля, она может идти под садоводство по назначению про устанавливающих документов. Дома обязательно должны быть жилые. И, ну, подходить, так сказать, для круглодичного проживания. То есть, отопление, вода, все электричество в доме должно быть. То есть, если это просто деревянный домик, как баня, такое, конечно, нельзя. Вот. Также у нас еще есть программа под залог имеющейся в собственности недвижимости под квартиры. То есть, если, например, клиент хочет просто купить земельный участок, допустим, будучи на нем построить дом, под земельный участок мы не можем выдать ипотеку. Но если у него есть в квартире собственность, в собственности есть квартира, то можно под залог квартиры взять целевой ипотечный кредит, либо нецелевой ипотечный кредит и, например, купить уже земельный участок. То есть, без залога недвижимости просто нельзя под землю взять, а так можно, да? При определенных условиях. Ну, то есть, под залог земли мы не выдаем ипотечный кредит, потому что земля – это все-таки не жилое, ну, не жилье. Вот. А под залог квартиры собственность, если у клиента уже есть собственность, он может под залог квартиры взять кредит и потратить его там на улучшение жилищных условий, на земельный участок, на строительство дома, на что угодно. На что угодно. Да, нецелевой ипотечный кредит, то там… На то и нецелевой. На то и нецелевой, что его не нужно подтверждать, на что вы потратили деньги. Вопрос, который актуален для молодых мам, молодых семей, вообще все, кто получает субсидии. Можно ли использовать материнский капитал или другие виды субсидий, как первоначальный взнос? Да, конечно, мы используем материнский капитал и субсидии, как в качестве первоначального взноса, как в качестве досрочного погашения. Потому что часто бывает, что субсидию клиенты позже получают, и чтобы уже успеть купить квартиру и не ждать получения субсидии. У нас минимальное требование, если субсидию в качестве первого взноса использует клиент, нужно 5% собственных средств, подтверждение личных средств в качестве первоначального взноса, чтобы банк понимал, что клиент способен накопить хотя бы 5% для первоначального взноса. По поводу материнского капитала. Материнский капитал позволяет сократить первый взнос на 10% от базового. То есть, например, клиент берет квартиру на вторичке, минимальный первый взнос – 15%, значит, 10% мы можем перекрыть материнским капиталом, а 5% собственных средств понадобятся клиенту всего лишь, чтобы купить квартиру. То есть, вне зависимости от субсидии, 5% он должен накопить? Да, с любой субсидии 5% – это сколько клиент должен обязательно в качестве первого взноса нести. Больше не надо. Достаточно 5%. Даша, а что делать клиентам, которым выдали ипотеки другие банки, их эти условия не устраивают по каким-то причинам? То есть, занимаетесь ли вы рефинансированием ипотек, выданных другими банками? Конечно, рефинансированием мы занимаемся. Сейчас это особенно популярно, потому что многие люди взяли себе ипотечные кредиты в период кризиса, высокие ставки. Сейчас, конечно, ставки намного очень снизились, поэтому рефинансирование сейчас особенно актуально. А многие банки своим клиентам не снижают ставки по ипотеке. Уредные банки. Да, не снижают многие. Поэтому к нам очень много клиентов обращается с других банков с целью, чтобы снизить ставку свою ипотечную по кредиту. И, соответственно, они делают либо ежемесячный платеж снижается, либо они сокращают срок кредита. Либо и то, и другое. То есть, уже в зависимости от того, что он хочет клиент непосредственно. А при каких условиях возможно рефинансирование? Ну, у нас основное требование банка – это мы рефинансируем ипотечные кредиты под квартиры, либо под отдельные комнаты и доли. Квартиры могли быть оформлены изначально как новостройка, так и вторичка обычная. Но, на момент рефинансирования в нашем банке Новостройка должна быть уже обязательно оформ Grace Один собственная. То есть ну, чтобы они уже получили собственность, после этого они могут только рефинансироваться бум. Переуступка не пойдет? Нет. То есть если они даже покупали квартиру по переуступке – это подойдет. Но, на момент рефинансирования они обязательно должны уже оформить собственность. То есть, если дом еще, например, сдан на эксплуатацию, Тогда им придется подождать, они не получатся рефинансировать сам. Я имею в виду, если человек еще не получил собственность, он не может рефинансировать свой долг. Ты говоришь, вот последняя доля, комната и квартира. То есть другие виды недвижимости вы не рефинансируете. Нет, не рефинансируем другие. Если подытожить тему рефинансирования, в двух словах, что клиент выигрывает, если рефинансирует кредит, ипотеку, ипотечный кредит у вас. Ну, первым делом он рефинансирует для снижения ставки, как по правилам обычно. Поэтому, естественно, он выигрывает, что у него будет меньше переплата по кредиту, причем значительно. Даже если на 1% будет ниже ставка, это уже клиенту будет очень выгодно сделать рефинансирование. Также он сможет сократить срок кредита, то есть вместо 20 на 10 лет рефинансироваться, например. То есть клиенту становится мало то, что выгоднее, но еще и комфортнее, например, платить. Поэтому, конечно, рефинансироваться надо, если у вас высокие, так сказать, ставки по кредитам. А какой-то есть за переход какой-то, сбор или что-то такое? Нет, нет, ничего нет. Единственное, что нужно клиенту обязательно будет провести новую оценку объекта недвижимости, как комната или квартира, то есть чтобы мы рыночную стоимость узнали на текущий момент. Заплатить за оценку? Обязательно нужно и опять новый договор о страховании подписать, как обычно. Как и новую ипотеку оформить, грубо говоря. Каких-то комиссий за выдачу ничего нет такого. А стоимость оценки примерно по рынку? В Питере 4 тысячи рублей стоит оценка в среднем. Отлично. А вот по программе рефинансирования будет отличаться ставка относительно среднего по рынку? Ну или обычный, который вы одобряете? Нет, у нас ставки по рефинансированию такие же, как и для стандартных продуктов на квартиры либо на комнаты, они отличаются. То есть также от 9,5%. Выгодно. Конечно. Спасибо большое за беседу. Удачно. Было очень приятно. Я думаю, крайне познавательно для наших зрителей. Теперь у Дарьи Толкачева будет толпа клиентов. Спасибо. Все знают, какая она замечательная девушка, какой она прекрасный специалист. Соответственно, мы продолжим тему ипотеки. И до новых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Счастливо. Спасибо.